Благотворительная акция «Корзинка добра» имеет обширную географию. Ее проводят в Калининграде, Краснодаре, Владивостоке. И вот теперь свою «Корзинку добра» пополняют и жители нашего города. За сбор помощи для малоимущих семей в Якутске взялись Туяра Зверева, руководитель общественной организации «Город добра» и Юлия Галимова, заместитель руководителя этой же организации. Доброе утро, девушки! Итак, давайте для начала объясним нашим телезрителям, что за акция такая «Корзинка добра». Акция «Корзинка добра» направлена на улучшение обеспечения жизни нуждающихся семей. В «Корзинку добра» входят продукты питания, и потом они отводятся к нуждающимся семьям. А когда вообще стартовала эта акция, и как долго она продлится? Акция стартовала у нас 2 февраля, будет продолжаться в течение всего года. Получается, как мы все знаем, в прошлом году Антон Васильев помогал многодетным семьям продуктами питания. И вот эту эстафету, так скажем, подхватил наш мэр города Айсен Сергеевич Николаев. И мы являемся сейчас конкретно координаторами. То есть вы можете обратиться к нам. Если у нас появится желание помочь кому-либо, мы можем обратиться к вам. Да. Ну и выходит, что изначально идея принадлежала Антону Васильеву. Да, ну мы как знаем, что по социальным сетям, по инстаграму Антона Васильева, что он 2 года подряд помогал нуждающимся семьям, и в итоге как-то решили назвать эту акцию уже «Корзинка добра». Вот, там у него без названия было, просто он ездил, как бы помогал. Вот, инициативу подхватил Айсен Сергеевич, и как вот Юлия сказала, что мы являемся координаторами. То есть любой желающий может обратиться в нашу общественную организацию, мы сможем помочь составлением списка продуктов, либо с поиском у семьи, которой он хочет помочь. Ну, а вот эта «Корзинка добра», да, в нее входят только продукты питания, или может быть подгузники, детское питание, там что-то еще? Ну да, детское питание, подгузники, но это смотря уже какая семья, там есть ли маленькие дети, там нет, ну вот так вот. И поэтому мы и стараемся помогать в выборе продуктов. А можно ли передать вам одежду? Входит ли одежда в эту «Корзинку добра» или нет? У нас, как бы, к нам в молодежный центр приносят одежду, как бы, так и новую, как и в хорошем качестве, да, вот. Вот. В «Корзинку добра» это не входит, но у нас есть другие акции, мы очень часто помогаем тоже вот нуждающимся всеми вот вещами, вот, по горельцам помогаем, вот. И поэтому довольно часто нам приносят вот вещи сами даже другие там общественные организации. Вот, например, вот в прошлом году, в конце года, винил нам вот 10 пакетов их принесли, и мы потом отвозили там. Винил? Да, это вот при ППОСУСФУ, там добровольческая организация «Вера, надежда и любовь». А вот насчет одежды, да, она должна быть обязательно новой или можно вот БУ принеси в хорошем качестве? В хорошем качестве, да, в основном приносят. Потому что некоторые благотворительные учреждения, они не принимают поношенную одежду, только новая, только с этикеткой. Да, нет, у нас в нашем случае, там, чтобы она была в хорошем качестве, уже не важно нового, может, человек выносил 2-3 раза, там уже надоело, и не хотят, чтобы он пылился в шкафу, да, и приносят вот нам, а мы уже отвозим кому надо. Сколько сейчас вы опекаете семьи, вот, сколько в вашем попечении сейчас? И кто они, вот, можете рассказать? Вот, точную цифру мы сейчас не сможем сказать, да, ну, а так у нас вот многодетные, мы имущие семьи, также погорельцы, вот, чаще всего, как бы, так помогаем. А кто вообще может пополнить корзинку добра? Абсолютно любой желающий, то есть мы призываем жителей города Якутска, чтобы они участвовали в данной акции. Также предприниматели различной организации, общественники, вообще абсолютно любой желающий может принять участие и помочь нуждающимся семьям. А вот куда нужно обратиться, допустим, вот я после эфира хочу там купить 10 коробок молока, да, вот, да, вот мне это все принести? В нашей общественной организации у нас молодежный центр находится по улице Хабарова, 27.1, называется он таким, вот, обычно все, как бы, желающие приносят туда. И также в социальных сетях там везде написаны наши контактные номера, вот, лично, вот, мой сотов, там, Юлия Галимова и сотов, вот, ну, нам звонят, спрашивают, мы объясняем, можем, мы, иногда можем мы сами подъехать и забрать его, если, ну, нет возможности. Да, возможности, да. Вообще, какие акции и проекты вы планируете в ближайшем будущем? Ну, на данный момент у нас сейчас, как проходит акция «Неделя добровольчества», это акция для учебных учреждений. В данный момент у нас участвует, это 10-я школа, Якутский институт экономики и медицинский колледж. Мы с ребятами уже посетили дом престарелых, потом оказали адресную помощь ветеранам, побеседовали с ними, составили компанию. Вот, также завтра они идут сдавать кровь, у нас это ежеквартально проводится. Потом, сегодня они также участвуют в «Корзинке добра», вот как раз. Ну, и в дальнейшем мы планируем наши ежегодные акции, такие как компьютерные курсы для пожилых людей. Вот сейчас станет теплее. Мы возобновим эту акцию. А, уже была, да? Да, у нас в прошлом году, как мы сортовали с курсами компьютерной грамотности для пенсионеров в апреле месяце, вот, и закончили в октябре, потому что уже начались холода, и чтобы бабушки, дедушки туда-сюда не ездили, да. Вот, за год у нас прошли обучение, там, около ста пенсионеров, да. Вот, и... А как успешно вот они справляются с новыми своими задачами? Они, кстати, очень хорошо даже справляются. Мы думали, это что будет сложнее, а нет, они все... Легко осваиваемые? Да, легко обучаемые. А чему учите? В Ворде работать? Или что? Ну, вообще у нас как бы разные программы, начиная от основ, например, как включить сам компьютер, как управлять мышкой, на какие клавиши нажимать, заканчивая, там, PowerPoint, там, потом Word, там, то есть как создавать определенные, там, презентации и прочее, как сидеть в интернете, там, как, например, оплатить за квартиру, не выходя из дома, как записаться в очередь к определенному врачу, тоже через интернет. Как здорово и полезно. Действительно, очень работа хорошая ваша, дорогие друзья. Я призываю вас начать этот год, а всем известно, что 2017 год – это год добра, именно с добрых дел. Огромное вам спасибо, Туяра, Юля, что приняли участие в нашей утренней программе за хорошую, добрую... Спасибо.